Ребятулечки, всем снова привет! Я прошу прощенье, что снимаю без микрофона. И опять же, не до конца в здоровом состоянии. Даже сейчас я говорю в нос. Как бы... Горло прошло, побаливает вот тут вот. Но... Нос. Нос. Нос, голова, слабость, жар, вот это артериальное давление, но осталось, потому что сегодня опять еле встала. Пострадала просто все. Восстанавливать надо все. Пока восстанавливается иммунитет. И более-менее все хорошо идет. Но сил у меня больше. Вот я сейчас шла, записывала видео на улице, как я несла посылки с почты. Да? В этот раз поменьше, намного поменьше. Не то, что в прошлый раз, да, целого кипа. Сколько их там было? Семь посылок. В этот раз пять. Но альбомов, мне кажется, недамного меньше, потому что есть несколько посылок для альбомов по две штуки. Поэтому примерно столько же. Я о чем-то говорила, сбилась с мыслью с этой историей, да. И вот как я их несла две недели назад, да, просто думала, что я сейчас свалюсь, дохнусь, под воротни просто отключусь, лишь бы дотянуть, да, вся мокрая пришла, просто без силы отключилась. Потом только снимала распаковку. Сейчас же сил гораздо больше. Это радует. Питаюсь лучше, витамины пью, собственно, лечусь, отдыхаю, о работе уже не думаю. И собака у меня тоже не со мной сейчас, а тоже на таком, скажем так, импровизированном отпуске. Мы, конечно же, с вами распакуем мои новые альбомчики. В этот раз пять посылок, в прошлый раз их было семь. В почтовом отделении он очень долго искал в этот раз мои альбомы, они мне там, потому что я их не сразу пришла, забирали. Они там уже прилично полежали. Мне кажется, что в моем районе больше никто через Джум корейские альбомы не заказывает. Я такая, сразу увидел коробку гип-поп-мерч, такая, да-да, вон, вот это наверно наверху. Он смотрит, да, типа, действительно, говорит, а все остальные, типа, такие же, говорю, да. И он мне когда еле-еле все на шот, он говорит, и что это у вас такое, типа, книги, и что? Я говорю, да, альбомы, альбомы, музыкальные альбомы. Давайте начнем. И первое, что я достаю, это, кстати, первая коробка, которую нашел сотрудник почты. Первая коробка как раз Red Velvet. Кстати, как вам мой сегодняшний образ? Я теперь в таком образе ближайшие 10 лет буду на своем заграничном паспорте. Я буду смотреть на свою фотку и говорить, я здесь больная, но я очень красивая. Это альбом Red Velvet. Первый и единственный пока что. Почему я решилась вообще купить альбом Red Velvet? Я помню, что когда я была в Корее, у них вышел альбом тогда, по-моему, Russian Roulette. Потом у них уже вышел вот этот альбом Red Velvet, который, на самом деле, их прям визитная-визитная карточка. Вот этот вот прекрасненький альбомчик. Мне тут дали в подарок карточку. Это кто? Что, вскрываем альбом, наверное, сразу, где опять мне кто-то попадется, я не угадаю, кто это. Вот эту, кстати, штуку наклеили на пленку. Мне-то не нравится, придется обрезать. Это очень красивая наклейка. Трек-лес наклеили на пленку. Нет, чтобы наклеить его на альбом. Они его наклеили вот сюда. Ну, кто так делает? Они решили сделать репринт всех альбомов Red Velvet, потому что потом, как только вот этот альбом был отправлен, появились в продаже других альбомов Ice Cream, Russian Roulette, Picaboo, Real Bad Boy. По отзывам, как я поняла... О, она отклеивается сейчас. Ура! Она нормально отклеивается. Ура! Ну, пусть будет тут. Пусть будет тут. Пусть будет тут. Потом прикольно переливается все. Вот такая внутряночка, фруктики. Клип вообще чисто какой-то малобюджетный наркоманский. Я вообще, когда я клипа пересматривала... Я так... Господи, где весь бюджет? Где деньги? О! Кто же это? Айрин, по-моему. А, Ирина. Да, Айрин. Вот. Вот такая прикольная карточка. Мне нравится, что у них в Red Flare вот такие карты. Кадры из разряда, как вот в Picaboo, да? Я сейчас вам вот так покажу. Вот. А все очень классно. Альбомы мне прям очень нравятся. Я, в принципе, понимаю, что здесь. Кстати, если в прошлый раз у нас было очень много фатирка, в основном один фатирка, и на это все пришелся один кип-оп-мерч, в этот раз кип-оп-мерч побольше товаров оттуда. Собственно, здесь два альбома. Уже видно, да, что это чьи-то альбомы. Это пополнение в мою коллекцию альбомов Twice. У меня их было, получается, сколько? Три, да? Последние мы с вами скрывали. Это новиночка. Мне пришли их первые два альбома. Я решилась купить их первые два альбома. Дебютные. Мне их очень нравятся. И девочками с дебют. Официально, конечно же, со второго альбома. Вчера по я решила, поэтому и первый, и второй. А я не думала, что они такие большие. Они одного размера, и они большие, и ох. Да фига. Карточек. Кто тут у нас? Вот этот, кто у нас? Мома. По-моему, Мома очень красиво. Мне очень нравится. Видно, нет? Видно, нет? Очень красиво. Мина из Formula of Love. Вот такая вот. Это, я так понимаю, Сана из... Вот это Алкоголь-фри, где у них, да, песни? Кстати, это трио, да? Мома, Мина и Сана же. У них будет отдельный юнит. Да Хион. Да Хион тоже из Алкоголя, да? То есть это Влав, Алкоголь-фри, тоже из этой эры. По-моему, Сана тоже оттуда. Вот. Хотя я могу ошибаться. Может быть, Dance Night Away? Не знаю, не уверена. В общем, два вот таких вот альбома. И они их сделали, что для меня удивительно вообще. В одном размере. Как бы. Обалдеть. Размер уровня Пентагон, я вам скажу. Да, он с мою голову. Я даже не знаю, как это хранить. Twice, что вы со мной делаете? Ну, давайте вскроем первый альбом. The Story Begins, да? Так, где вот эта уа песенка. Качество такое. Гладенький. Так, Тюм, открываем. У нас здесь диск почти что вывалился. Вот ненавижу, когда на этих мягких. Вот, собственно, диск. Альбомы тут что-то вываливаются. Мы уже всё видели. Тут куча thanks to. Они тут все написали послания. Во-первых, вот эта вот штучка здесь есть. Да, она даже вот такой прозрачной. Прозрачной скреплена, чтобы не распадаться. Вот. Раскрывается. Сзади лирика. Сзади лирика у нас. Трек-лист. Вот такой вот. Такая лирик-бук с девочками. Когда-нибудь только начнём. Они такие маленькие. Качество, конечно, печати. Оставляет желать лучшего. Но прикольно. И три карточки. Имена. Чайон. О, у меня есть карточка с чайон. Нормальная, наконец-то. Вот такая она маленькая, прикольная. Я, кстати, такой не видела. Джихио, Момо и Чайон. Сам альбом очень интересный. Потому что, поскольку он первым, в основном как это благодарности. Вот такой прям вот начинаешь первую дебютку, да. И сразу с благодарностью. И первый идёт Сана. Вот такой вот разворот. Потом Найон, конечно. Значит, тут зачёркнуто, перечёркнуто. Найон. Потом у нас Зую. Подчёркнуто, подчёркнуто разными, соответственно, на разных языках. У, а, у, а. Чайон. И... Так, чайон. Так вот, тоже. Имена тоже на разных языках. На английском, кстати, ни у кого что-то не вижу. Уже никто не мог на английском написать. Day6. 2PM. Got7. Gisoul. GYP. Момо перечислила... Да, Месе. 2PM. Месе. 15. Got7. Gisoul. GYP. G-хён. У меня не написано. Почерк я даже проморгалась. Очень мелко. Да-хён. Вот он тоже. Даниэль Ким. GYP. Вот тоже. 15. Gisoul. Got7. Day6. Да-хён. Дальше просто. Куча thanks to 1 in a million twice. Jeep China. GYP. Jeep Japan. The Love. Studio J. I'm there. Всё только не понаписано. Сенбеним. 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 Несе сенбеним. Сенбеним. Кат7 сенбеним. Gisoul сенбеним. И дальше уже фоточки. Я смотрю на них и себя вспоминаю. 6 лет назад. Такие смешные и беззаботные. Чирап, чирап. Давайте вскроем. Это альбом. Я делала даже кавер на чирап. Чирап, бэйби. Чирап, бэйби. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на-на. 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 7 треков. 7-й, который только на CD. Там диверсий был. Я выбрала, по-моему, версию вторая. Ментоловая. Там, в принципе, у них буклеты похожи. Чуть-чуть отличаются. По начиночке, по исполнению. Больше нравится вот этот вариант. По-моему, это чирап-вершин. Да, это чирап-вершин. Это лирик пейпер, который на веревочку прикрепляется. Тут есть дырочки. Вешается. И прекрасно у вас есть гирлянда. Это книжечка-конвертик, которым должна быть карточка. Опа. Это у нас... Чей он? Чуть-чуть. Там написано на английском. Я читаю на корейском. Гений. У меня её не было. И вот, пожалуйста, хоп, появилась. Сзади. Вот такая она. Голографическая карточка. Такая коробочка. И вот такой вот диск. Вот, собственно, оно всё вывалилось. Я всё проверила. Ну, вы думали, карточки всё? Карточки не всё. Они мне вот показывают, что они вываливаются. Такой буклет. Вот такая вот штучечка тут. Да, видно вам, да? Такой буклетик с такой вот белой штучечкой. Не знаю, для чего это. Чтобы доставать его из коробки? Не знаю. Качество печати. Ну, нормальное качество печати. Чи-хё. Мина. Дахён. И вот где-то на Чи-йон у нас лежат все карточки. Потом дальше опять все девчонки. Фотосет. Прекрасно летнее настроение. Ещё какие-то летние у меня релизы, да, как говорится. Позитив. Лето. Вот треклист ещё вот так вот расположен. Ну, и дальше фотосет вот такого плана. И опять общая фэнк стул. Опять тут всякие артисты, композиторы, музыканты, постановщики. Разные филиалы. JYP Entertainment, опять же, да, G-Soul, DXS, God7, 2PM и так далее. И смотрим, кто же нам попался. Ну, у Чи-хё. Такие кольца, как у меня были. Они потом быстро проверили их. Фу, красиво. Сана так и Сана вот здесь ещё, да. И, собственно, да, Хён и Джи-хён. Сую, значит. Блин, Сую, тёмненько. Я вообще её не признала. При этом мы с вами вскрыли только две коробки из пяти. Вот это вот я не люблю, как и поп-мешит, отправлять такой коробке. Потому что это риск, что всё помнётся. Ну, как правило, в принципе, не мнётся. Но ещё риск, что всё порвётся и вывалится. А у меня там, как бы, парни. Ещё один альбом Тизов и альбом Бакёна. Поскольку они решили, что альбом Тизов очень тоненький, альбом Бакёна тоже, в принципе, тоненький, то можно обранировать, что тоненькой коробочкой. Вроде ничего не выпало. Ой. Вот это тот случай, когда я думала, что альбом Бакёна будет побольше. А с другой стороны, у меня рандомные тоненькие альбом. NFT Edition, как бы, да, и Тизов. И кто там? С тем мембером, который крашил меня весь камбэк. Вы представляете? Я в шоке. Я в шоке. Просто вы не представляете. Ещё мне тут положили постеры. Ничего себе. Но я в шоке, что это Юнгоп. Он крашил меня весь просто камбэк. Предзаказки от Бетроут. Я думала, их уже не осталось. Потому что я заказала уже после релиза, когда уже многим альбом в этом формате дошёл. А я думала, да, зачем мне покупать в этом формате? У меня есть стандартный. Зачем мне ещё вот этот тоненький с мембером? Да зачем? Но когда я видела, что это NFT Edition, когда начали распаковывать, и увидела, что там предзаказки, типа, были. Ну ладно, дай попробую. Ну, хотелось же, надо брать. Ну, блин. Просто меня смущало, что рандомный мембер, я не знала, кто мне попадётся. Я люблю всех ITs, я всегда говорю. Я не знала, реально, один заказывать или два, может быть, вообще четыре, может, вообще восемь. Решила мне, восемь жирно. Ну, одну, возьму одну. Ладно, кто попадётся? И попадается тот мембер, который крашил просто весь этот камбэк. Вот, то есть, я весь камбэк смотрела на Юнхоя. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Мой биас, это Ясан. Что ты делаешь со мной? Куча тут всяких карточек. Сейчас я их достану. Кипопмерш, спасибо за головолосовый Ясанчика. Большое спасибо. Просто... Сонхва. Сонхва. Прелесть ты моя. И две предзаказки-официалки от Битроуд. Кто там? Кто там? Хон Джун? И Мин Ки? Ребятки, которые у меня обычно редко попадаются. У меня такое ощущение, что они смотрели мои распаковки, мои видосы, да? Где я такая... Мин Ки! А, Хон Джун! И такие, отдавай-ка мои сразу обоих, да? На тебе. Обалдеть, обалдеть. Ясан, Сан Хва, Хан Джун, Минки. И сама эта штука с Юн Го. Это просто... Бху-ху-ху-ху. Диджитал NFT Edition. Это очень важно для меня, как для человека, который изучает интеллектуальное право. Все, что связано как раз-таки с NFT, криптой, это все моя специализация. Поэтому в плане карты выпущенной, как говорится, Digital NFT Edition, мне это очень важно. Но сначала я вам покажу, наверное, Бэкхёна, а потом мы вернемся к этому альбому. Это альбом Бэкхёна. Как бы это удивительно не было, учитывая, что Бамби вышел чуть ли не два года назад. Они мне дали альбом с громаднейшим постером, как это любят делать и делают только СМ. Бамби, Бэкхён, проеклист внизу, 21 год. Ну ладно, не два года, но почти два года, год назад вышел этот альбом. Тут две лентикулярочки прекрасных, такая вот в стиле, как постер, да, Бэкхён. И вот такая просто полупрозрачная, красненькая. Было две версии, я выбрала версию с рыбками, как говорится. Вот такая вот она прекрасная. Я думала, какой альбом брать, и поняла, что всё-таки мне больше нравится его последний альбом Бамби. Вот такая штучка. Ах, какая прелесть рыбки! А у меня ассоциирует три поездки в Корею. Есть SM Coex, да, на Konami. SM Town, и рядом с ним есть Coex. И в Coex есть как раз-таки аквариум. И вот у меня такая ассоциация, что SM рядом аквариум. У меня такая ассоциация. Я когда увидела, что у него концепция с рыбками, я такая, ну всё, всё понятно. Что у нас здесь? Буклет. А потом у нас здесь вот такой буклет. Ух ты. Некое ощущение, что вот его снимали именно вот в этом аквариуме, который в Coex. Там правда очень классно. Я до сих пор не забуду, как я по мужчине выстрелила в глаз. Там, короче, были такие червяки. Их можно было брать, нажимать, из них вода стреляла. А он там наклонился с ребёнком. А я нажимаю, думаю, что вода не течёт? Она ему в глаз выстрела. Я даже не заметила. Меня мама заметила. Она начала извиняться. Ой, простите, я не поняла его. Где вода? Ой, простите. А его прям в глаз. Бедный мужчина. Ну, слава богу, понимаешь, ничего нет. Но я это надолго запомнила. Так, тут две бумажки. Так надо? Ну ладно. Тут, значит, вот такой мини-постер. Вот, к тому большому ещё вот такой мини. Какой-то он вот испуганный. Это ещё типа один мини-постер? А, и ещё один мини-постер. А их должно быть два, да? Я не помню просто. И вот такой вот с рыбкой. Куча всякой всячины. Сейчас мы это вытащим, положим. Ну, в общем, здесь у нас хранится диск, который вывалился с рыбками. Просто потрясающе красивый. Просто вах. Такое вот лицо быкёна. Вот тут тоже быкён. Всё-всё-всё с быкёном, конечно. Это лирик пейпер, как я понимаю. Логично, что тут диск они прицепили. Всё здесь, в принципе, логично. Вау. С рыбками, конечно, очень крутой фотосет. Такая стандартная для ESM рекламка, да? Дальше открыточка. Ух ты ж, какая прелесть. Там акулы, что ли, сзади? Вау. Плёночка, типа, да? Кадры на плёнку, типа. Люблю такие вещи, это очень круто. Видно вам? Нет? Видно, нет этого красавца. Такая вот тоже из серии, как была открытка. Правда, типа плеер. Можно поставить. Классно будет выглядеть. У меня такого плана есть от Пентагон. Правда, у них там побольше. Из вот этого их. Дуанат. И карточка. Бетёнчика. С надувным шариком. Вот такая вот прикольная. Ну и, конечно, сам буклет. Проклеенный он. Фото как раз с шариками вот этими. Вот такие штучки с полароидом мне нравятся. Часть глянцевые страницы, часть такие бумажные. Вот глянцевый, кстати, там в аквариуме. Просто. Что за красота. Очень красиво. Что за парень? Что за парень? Красота. Красота, а не альбом. Наконец-то вскроем. Но только мне придётся вот эту штучку. О, она отклеивается. Так же, как и у Red Velvet. Эта штучка отклеивается. Уря! Уря! Я извиняюсь, но мне больше некуда певеть. Пел. О. Ну вот. Я наклеила. Пока здесь будет наклеено. Открываем. Вот такая прелесть. Вот такой вот диск. Отсюда всё вываливается. Всё там теперь пусто. Лирик пейпер. С Юно. Всё, с Юно. Весь лирик пейпер с этим красавцем. Вы просто посмотрите на него. Он крашил меня весь этот камбэк. И теперь у меня с ним есть вот такая штука. И ребятки все вот так вот. Это очень классно. Мини, мини, прям мини. Это под моё лицо, да. Мини постер с Юно. Да, Юнго. Наш прекрасный. И, собственно, две карточки. Чёнго. И вот как раз NFT-карта. Я перейду по QR-коду, и я её увижу. Так, в общем, я прошла по QR-коду. Открылась карточка. Это карточка с Хонжуном. Также мне то, что я там зарегистрировалась на этом сайте, открылись ещё 10 карточек. Их там можно задекорировать. И это будет только ваша такая индивидуальная карточка. У меня уже, смотрите, какая стопень. Всего-то ничего вроде. Дальше у меня две коробки. Одну я точно вскрою в конце, потому что скоро 20 октября. Человек, который родился в этот день, и по-разуме, что моя лучшая подруга знает, что это за день, да, как бы, получится, как в прошлый раз, что я смонтирую это видео уже, когда она, скорее всего, получит, собственно, свой подарок. Вот. А если я даже ей не подарю, то сразу скажу, не смотри дальше, выключай их. Но, тем не менее, коробку, где частично есть ей подарок, я вскрою последнюю. Вскрываем с вами коробочку вот такую вот. Здесь, я знаю, здесь альбомчик Яны. Мне очень она нравится. Это её второй миник. Этот альбомчик называется Смартфон. Я думала, что я хочу В-версию, да, фоун-версию. Но потом на меня зашло, что всё-таки у меня нужна Смарт-версия. Потому что очень шикарная фотосессия. Если у Бэкхена это была пластмасса, здесь это картонная, бумажная такая. Оба! Здесь буклетик. Ну, вот это, я так понимаю, типа а-ля лирик бук. Вот такая гармошечка с разными её образами, просто классными. Которых она, кстати, всех, в принципе, выступала. Надеюсь, это в воде. Неожиданно. Лирика песен. Мини-постер. Глянцевый. Я так понимаю, находится, наверное, диск или карточки? Карточки, наверное. А как бы и то, и то. И диск, и всё добро. Так вот выглядит диск. Диск. Начиночка, я вам скажу, приличная. Очень много разных карт. И тут даже есть карты, которые вообще должны быть в предзаказке. Это круто. Круто. Это первая печать. Это очень круто. Ну, во-первых, здесь вот такая вот штучка, которую можно собрать. Да? Собрать. Вот так вот скрепить там потом. И вот такая она будет у вас стоять. Прекрасная ена. А-ля тоже как фотобудки, да? Сотографироваться очень классно. Тоже как закладочку можно. А потом, я так понимаю, это стикеры. Очень такие тоже симпатичные. Три карточки. Одна из которых рентикулярная. Вот такая вот. Супримовская. Вот такая вот. Как будто бы синяки под глазами. Что за ужас? И вот такая просто. Я не могу. Она блестит, переливается. Не голографическая, но такая она очень классная. Она прям вся сверкает. Вот. И тут она очень-очень милая. И, собственно, сам фотобук. Вам видно? Я хочу вроде бы посмотреть. Вот этих кадров я вообще не делала. Я смотрела распаковки с обеими версиями. Но вот в этих последних кадрах я вообще не делала. Вау. Очень круто. Вот это в воде. Я вообще этого не помню. Видно вам, да? Какая красота. Какая просто бомба. Страницы очень приятные. Они как бы не совсем глянцевые. Но очень приятные. Так, ну все, да? И последний, последний. Я бы сказала, наиболее важная посылка. Одна из наиболее важных, которых вообще ко мне идут или шли. Вот такая, кстати, коробка от Фактирка. У меня, наверное, впервые коробка от них, где написано название магазина. Что все, что было до этого от них, это все были простые, обычные, странные коробки. Ну, я вам как только покажу предзаказные, предзаказные карточки, сразу поймете, собственно, что это за группа. Это хорошо меня протроллили. Я вас это тоже сейчас затроллю. Почему их два одинаковых? Это шо за прикол? Это достаточно старый релиз BTS. You never walk alone. Обе версии. Вот, видите, тут собираются в такую штучку. Кстати, релиз, по-моему, 17-го года. Да, 17-го. Что, 21-м. Они, по-моему, его заново отпечатали. Да, 21-й стоит. Вот, они даже пишут. Distributed by Hype and YG+. То есть, это репринт уже... Уже тут даже здесь значок YG. Это какая пресс просто, я не знаю. Ну, спустя пять лет-то, конечно. Тут Big Hit, YG+, Hype. В самых первых версиях такого, конечно, нет. Это 17-й год. Я его пока вскрывать не буду. Поскольку один из них подарок. Поэтому я вам не скажу, что у меня внутренне. Но в любом случае распаковка будет. На этой прекрасной ноте... До новых встреч.